Друзья, дорогие, наверное, уже устали, да? Много мы сегодня слышали хороших слов из Священного Писания, назидания, о матерях. Но мне хочется в заключении, я буду говорить проповедь, но сначала хотел задать вопрос всему собранию, взрослым и детям. Отвечать будут два вопроса, задам. Отвечать будут дети, дети будут отвечать вслух, а взрослые будут отвечать про себя. И потом мы сравним ваши ответы с ответами детей. Я задам вопрос, но сразу дети не отвечайте, потому что вопросы глубокие. Я вам даю 10 секунд, чтобы вы подумали, и потом только ответили. Когда я скажу, можно отвечать, тогда будете отвечать. Итак, первый вопрос. Слушаем внимательно. Какая мама или чья мама самая лучшая? 10 секунд. Я сказал 10 секунд. Ожидаем. Думаем глубокий вопрос, а потом только отвечаем. Так, время прошло. Отвечаем, какая мама или чья мама самая лучшая? Но большинство ответили, что моя мама. Так чья моя? Взрослые, вы согласны? А? Чего так не смело сказали? Моя мама самая лучшая. Та мама, которая меня родила, которая меня выкормила, воспитала, моя мама самая лучшая. И это правильный ответ. Все мамы разные, однозначно. Все мамы разные. Но моя мама самая лучшая. Дети ответили правильно. Моя мама самая лучшая. Какая бы она ни была. Это моя мама. Второй вопрос. Тоже 10 секунд для размышления. Второй вопрос. А кто лучше, чем самая лучшая ваша мама? 10 секунд. Дети, отвечаем. Взрослые, вы согласны? Правильно они сказали? Лучше всех, чем самая лучшая мама – это Господь Иисус Христос. Лучше. Да, моя мама самая лучшая, но лучше моей мамы – это Иисус Христос. Книга пророка Исаии, 49 глава, 13 стиха. «Радуйтесь небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если и она забудет, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». Друзья, здесь в 15 стихе звучит вопрос «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» На этот вопрос мы отвечаем «Нет, не забудет». Как правило, не забудет. Это свойственно мамам, чтобы любить своих детей, тех, которых они родили, жалеть их, делать добрые дела для них. Это свойственно. Мама не забудет. Я думаю, что все матери, которые здесь присутствуют, они согласны со мной, что мама не забудет. Вы знаете, когда мама носила дитя под сердцем своим, и иногда ей было, ну, как-то не здоровилось, голова болела или еще какое-то недомогание. Но мама не спешила употреблять таблетки или какие-то другие лекарства, думая о том, что химия может повредить здоровью будущего ребенка. Поэтому она переносила эти страдания, эти недомогания, эти боли стойко, думая и помышляя о своем ребенке. Ну, или когда дитя, особенно ночью, что-то не спится, ему может, он болеет, и маме приходится, ну, множество раз вставаться за ночь, подходить, ребенок плачет, недомогает, как-то утешит его, может, покормить или там перепеленать, или еще что-либо. Иногда мама говорила так, лучше бы я болела, лучше бы сейчас у меня была бы высокая температура, мне бы было плохо, чем моему ребенку. Друзья, вот так. Ну, еще один пример расскажу из жизни, я его слышал в юности своей. Однажды одна мама, она возвращалась со своим ребенком из деревни от родственников, вечером, домой, зимой это было. А они уже подходили к своей деревне, ну вот, вдруг они увидели, что за ними бежит стая волков. Они бросились бежать в свою деревню, в сторону своей деревни, но мама потом увидела, что они бегут слишком медленно, а волки все ближе и ближе, стая голодных волков. И тогда она принимает самое единственное и правильное решение. Она бросила своего ребенка на снег и сама легла на него, укрыла своим телом своего дитя. Она поняла, что это единственное правильное решение сейчас в этой ситуации. И волки настигли их, они маму растерзали, мама погибла. Но потом подоспела помощь деревне, но когда уже подошли, подбежали, отогнали волков, то мама уже умерла. Ее загрызли волки. Но под нею, когда они ее перевернули, под нею оказался ее ребенок. И он остался жив. И вот, действительно, вопрос такой, забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Да нет, не забудет. И я думаю, что множество еще различных других примеров такой жертвенной любви и доброты матери к своим детям. Друзья, наверное, дети и вы из своей жизни можете засвидетельствовать о том, что действительно мама вас любит. Ну и в таком случае, смотрите, что нам говорит Писание об отношении детей к своим матерям, к своим родителям. Давайте мы прочитаем послание к Ефесянам, 6 глава, с 1 по 3 стих. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитая отца твоего и мать твою, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Дети, повинуйтесь своим родителям и почитайте своих родителей. Почитая отца свою и мать свою. Друзья, слово «почитай» – знаете, что означает в словаре Стронга? Первое самое значение – оцени или назначь цену. Посчитай, сколько мама сделала для тебя добра, сколько она переживала за тебя, сколько она трудилась для тебя и изнемогала от ухода за тобою. Оцени свою мать. И Слово Божие говорит – почитайте отца и мать, мать свою, почитайте. Поэтому, друзья мои, Господь – это долг, это требует справедливость, это долг, который мы должны отдавать своим матерям. Почитайте своих матерей до самой смерти их. Уважайте, слушайтесь их. Вы сдавайте им добром за то, сколько они вложили в вас, сколько они средств в вас вложили, чтобы вы стали таковыми. Поэтому, забудет ли мать грудное дитя свое, и разве она не пожалеет плода чрева своего? Друзья мои, мы отвечаем, как правило, нет, не забудет. Это так. Это свойственно матерям, свойственно женщинам. Но, к сожалению, во всяком правиле, как и во всяком правиле, есть исключение. Есть исключение. Потому что здесь сказано так. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Ну, если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Бог говорит, ну, если бы и она забыла. К сожалению, друзья, вот в этом правиле есть исключение, когда матери забывают своих детей. И сколько таких случаев, когда находили сверток с новорожденным младенцем, с ребенком в мусорном контейнере, или где-то возле дороги. В лучшем случае, где-то возле двери какого-то жилого дома, или возле двери больницы. Это о чем говорит? О том, что иногда забывают матери своих детей. Есть такие матери. Почему они забывают? Друзья, ожесточается сердце матери по причине греха. По причине греха они таковыми бывают. Но, как правило, мы сказали, что мамы, они не забывают своих детей. Вы знаете, есть такая песня, и в ней такая строчка есть. Родила меня не мать, а чужая тетка. Друзья, вот, к сожалению, такое тоже бывает. Как же, раз ты родился, значит, это мама? Да нет, это чужая тетка, видимо, она меня бросила и оставила. Но мы, как говорится, в этом мире все познается в сравнении. Все познается в сравнении. И мы с вами прочитали этот 15 стих. Забудет ли мать? Да нет. Но если она и забудет, то я не забуду тебя. Это говорит Господь. Вот я начертал тебя на дланях моих. Вы знаете, иногда мы для того, чтобы что-то нам не забыть, но это может и неправильно, мы что-то раз на руке напишем, ручкой, ну, какую-то памятку сделать, чтобы что-то не забыть, какое-то дело сделать и так далее. И здесь, смотрите, а здесь написано Вот я начертал тебя на дланях моих, говорит Господь. Слово начертал, оно в первом значении, оно имеет такое значение, что выбить на скале. Вы знаете, на скале выбивали железными резцами. На скале выбивали какие-то письмена, какие-то рисунки или что-то еще. И еще значение этого слова выгравировать. То есть, на каком-то твердом предмете сделать гравировку. И вот здесь сказано, вот я начертал тебя на дланях моих. Вы знаете, это сразу нас отсылает к тому моменту, когда Христос был на земле, когда Он совершал спасение всех людей. Давайте мы вспомним, Его положили на крест, и Его растянули, руки Его, и пригвоздили квадратными гвоздями руки Его ко кресту к древу. Друзья, вот я начертал тебя на дланях моих. Что начертано на дланях Иисуса Христа? Его длани, Его руки были пробиты. И вот это есть не что иное, как начертание наших имен на Его руках. Вы знаете, сколько имен на земле? Вот сейчас я посмотрел справку. Сегодня на земле 7,8 миллиарда людей живет. И все они имеют свои имена. И мы имеем свои имена. И те, которые люди жили до этого, и те, которые будут жить после нас, если жизнь на земле продлится, у всех их будут имена. И вот всех имена людей вот в этих ранах Иисуса Христа как бы начертаны. Мы с вами посмотрели значение этого слова «выгравировать» или «выбить на скале». То есть это не просто ручкой написать. Это означает, что пробиты были руки Его. И вот эти раны Иисуса Христа, там в этих ранах все имена всех людей. Наши с вами имена. Здесь нет в нашем собрании ни одного человека, чье имя не было бы на руках Иисуса Христа. Потому что Христос умер за всех людей. И смотрите, Он не умер только за избранных каких-то счастливчиков или любимчиков Божьих. Он за всех людей умер. Сколько людей не жило на земле, и сколько сейчас не живет, и сколько, если жизнь наша продлится, не будет жить после нас, все имена их были на дланях Иисуса Христа. Потому что ибо так вот любил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Теперь давайте так вот про себя мысленно назовите свое имя и скажите сами себе, «Мое имя было на руках Иисуса Христа». Ибо вот Я начертал Тебя на дланях Моих. И эти начертания, они глубокие начертания. Это пробитые руки Иисуса Христа. Уже почти две тысячи лет Бог свою любовь. Мы с вами сказали, что любовь матери – наверное, самая высшая или самая большая любовь людей на земле. Но есть любовь, которая больше, чем любовь матери. Это любовь Иисуса Христа, которого руки и ноги были пробиты гвоздями, и имена наши были начертаны на Его руках. И эту любовь Бог уже доказывает две тысячи лет. Давайте мы прочитаем с вами из послания к римлянам. Из послания к римлянам мы с вами прочитаем из пятой главы шестого стиха. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот доказательства Божьей любви. Две тысячи лет назад Христос умер за всех людей. Здесь сказано, кто умрет за праведника. Допустим, мы знаем, что в каком-то городе живет хороший человек, праведный человек. И он живет благочестиво. Но какое он влияние на меня имеет? Да нет, вроде бы никакого. Он там живет, я здесь. И как я, умереть за него, ну, может быть, и нет. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Может быть, за благодетеля, за того человека, который много делает добра, и, может быть, делает добра для меня, и спасает меня своим добром. Может быть, за него, может быть, я решусь умереть? А так нет. А смотрите, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ни праведниками, ни благодетелями, но грешниками, нечестивыми людьми, не знавшими Бога. И, как я уже выше сказал, имена всех людей, без исключения живущих на земле, записаны на дланях Его. И эту любовь Христос доказал. И это доказательство существует уже почти две тысячи лет. Друзья, какое отношение наше должно быть к тому, что Бог так нас возлюбил? Смотрите, мы с вами прочитали, что дети, повинуйте своим родителям, почитайте своих родителей, почитайте своих мам, потому что они родили вас, выкормили, воспитали, они переживали за вас, они молились за вас. Почитайте своих родителей, своих мам. А здесь Христос без исключения проявил любовь к каждому из нас. У Него нет отверженных людей, отверженного человека, который был бы такой, что вот я самый несчастный, за всех Христос умер, всех любит, а меня не любит. За меня Он не умер. Мое имя там не было начертано на Его руках. Нет таковых людей, друзья мои. За всех Христос умер. А какое наше отношение должно быть теперь к Нему? В Священном Писании, в 1-м послании Иоанна, 4-я глава, читаем. 1-м послании Иоанна, 4-я глава, 19-й стих. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Смотрите, мы любим наших мам, потому что они много сделали для нас добра. Они дали нам жизнь, они много сделали для нас хорошего. А здесь сказано, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас, потому что Он умер за нас, за наши грехи. Когда мы были еще грешниками, нечестивыми, не знали Его, но Он нас возлюбил. И это любовь Божья. И как подобно мы воздаем долг нашим матерям, нашим родителям, почтение, уважение, любовь и так далее, мы должны воздать и долг нашему Господу, потому что здесь сказано так, будем любить Его, потому что Он прежде нас возлюбил. И мы с вами сказали, что любовь материнская – это большая любовь, но есть большая любовь – это любовь Божья каждому человеку. А разве мы не должны воздать теперь нашей любовью, слабой и немощной, но все-таки любовью к нашему Господу? И в чем это заключается? В этом же послании, в чем заключается наш ответ? 1 Иоанна, 5 глава, 3 стих. Ответ. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Чем я могу воздать Господу, который живет в неприступном свете, который все имеет? Что я Вам могу дать? А я Вам могу дать свою любовь, и эта любовь заключается в том, что я буду соблюдать Его заповеди, что я отнесусь с почтением к Нему, к тому Слову, которое Он сказал. Я буду соблюдать Его заповеди, а заповеди Его не тяжкие. И самая первая заповедь, которую Господь дал, это заповедь покаяния. Бог повелевает всем людям, людям повсюду покаяться. И это повеление из любви Божьей. И я должен откликнуться на это повеление Божье. И потом, после этого, исполнять все остальные заповеди, которые мы имеем в Священном Писании. Пусть Бог благословит, чтобы мы уразумели, что любовь Божья, она больше, чем любовь матери. Это любовь прощающая. Это любовь, доказанная страданиями, страданиями, тяжкими страданиями, кровью пролитой Иисуса Христа и смерти Его ради нас, грешников не честил. Когда мы Его еще не знали, и мы к Нему еще не стремились, Бог свою любовь доказал. Пусть Бог нас всех благословит, чтобы мы откликнулись на эту Божью любовь своим покаянием и своей любовью, своим правильным отношением к Господу в этой нашей жизни. Пусть Бог нас благословит. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. И если есть желание у кого помолиться из детей, поблагодарить и за мам своих, и за Господа, то пожалуйста. Пусть Бог нас благословит. Пусть Бог нас благословит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.